Ну что, дорогие друзья, я снова с вами. Юночный лимонад и встречаюсь с приятными людьми. Анна с красными губами. Здравствуйте! Юша, здравствуйте! Дождалась, наконец-таки, просмотрела всех выступающих и безумно рада этому интервью, потому что буквально полгода назад была моя мечта. И как только я увидела пост, сразу, естественно, откликнулась на это предложение, поэтому огромное вам спасибо. Мне очень приятно. Сметанникова Анна, я вас представлю. Вы личный тренер, правильно я понимаю? Автор книг. Да, психолог, тренер, автор книги «Счастливая и свободная». Класс! Ваш инстаграм? Анна, нижняя подчеркивание, Сметанникова. Ну, мне очень приятно, что вы с нами. Задавайте ваши вопросы. Да, у меня есть вопрос, так как я являюсь тренером НЛП, изучаю личный успех моделирования успешных людей. Мой девиз по жизни – возможно, всё, что ты действительно хочешь. Естественно, вы – личность просто, которую нужно моделировать. Я уверена, все ваши подписчики хотят знать, как. И первый мой вопрос такой. От блондинки в шоколаде до осторожно, Собчак. Три действия, которые вы могли бы поделиться, которые можно было бы промоделировать, чтобы вот к этому прийти? Ох, ну, не знаю. Мне кажется, что желание идти за собой, постоянное стремление к саморазвитию и не бояться отпустить старый успех ради нового успеха. Всегда есть риск, что нового успеха ты не найдёшь. Но самое плохое, что с нами может случиться, это когда ты уже нашёл какой-то образ, застрял в нём и не можешь из него выйти. Вот на этом пути от блондинки в шоколаде «Косторожно, Собчак» была такая важная точка, потому что блондинка в шоколаде уже была большим успехом, уже такой скандальный образ светской дивы, львицы и так далее. И вот эта точка – уйти в журналистику, в серьёзную журналистику, которую смотрят в десятки разы меньше людей, чем та аудитория, которая у меня была, например, в «Доме-2». Вот этот шаг был страшно, было его страшно сделать, потому что тебе, казалось, ты многое теряешь. Но я поняла, что я вырастаю из этих штанишек, и дальше начнётся какая-то деградация, медленное сползание в форматы, которые уже мне ни по возрасту, ни по состоянию души не подходят. Хотя раньше они мне тоже, не скрою, доставляли удовольствие. Вот важно почувствовать ту точку, когда ты хочешь идти к чему-то новому и не бояться, иначе ты застываешь, как некоторые наши поп-звёзды. Вот там 40 лет прошло, они в тех же кожаных штанах, сетка на голое тело натянута, но только ему уже там 80 лет, и он старенький дедушка. И смотришь на это в кошмаре, думаешь, господи, был классный рокер, а сейчас это всё такой жутняк. Вот очень этого не хочется, нужно уметь вовремя перестраиваться и перестраивать себя. Полностью соглашусь. Вот сейчас есть вот такой формат, новая вот эта ступень, хотя она уже будет продолжительное время, я наблюдаю. Есть ли какая-то точка Б, к которой вы стремитесь, которая, возможно, ещё кажется слишком высока для вас? Очень хороший вопрос, спасибо вам за него. Конечно, есть, это точка политика, это моя страсть, я очень хочу заниматься политической деятельностью. К сожалению, в нашей стране это не так просто, и вот у меня была одна попытка, я надеюсь, будет ещё и не одна, но у нас такая ситуация, что на сегодняшний момент тебе нужно дождаться того, чтобы таких людей, как ты, ну, было не большинство, но всё-таки не 3, не 4, не 5% людей, которые хотят изменений, но при этом не хотят их революционным путём, не хотят их таким вот радикальным путём, но при этом их не устраивает многое, что происходит в стране. Поэтому это моя следующая большая цель, и что бы ни случилось, сколько бы лет ни прошло, я всё равно уверена, что я к этому приду, так или иначе. Просто здесь важно дождаться правильного момента. Вот вы говорите, что изменения должны обязательно произойти, а на что вы готовы сами, да, в чём измениться, чтобы к своей большой цели действительно прийти? Ну, вы знаете, наверное, главное изменение, которое мне тяжело будет даваться, скажу честно, я очень не люблю, ну, не то что, как сказать, скрывать какие-то вещи на потребу публики. Вот я всегда горжусь тем, что мне наплевать на общественное мнение, я не буду ради этого общественного мнения становиться какой-то удобной для них. И я знаю, что надо сделать для того, чтобы быть удобной. Как говорить, как правильно себя вести, такая вот милая женщина, побольше фотографий с ребёнком, побольше добрых слов и цитат. Но я это всё как бы, я не готова быть такой на потребу. То есть я готова, если мне хочется, выставить фотографию ребёнка. А если завтра мне хочется показать факт, то я покажу факт, и мне наплевать, как это будет воспринято. В политике, к сожалению, для того, чтобы мне уже дался этот опыт тяжёлой кровью, в нашей стране, даже если твои деньги ты заработал сам, даже если ты всё сделал сам, и у тебя абсолютно чистый, прозрачный доход от рекламы, от твоих программ, люди всё равно не любят дорогие костюмы, хорошие машины, икру на столе. И вот ты должен перестроить себя, то есть ты как бы должен начать врать, ты должен говорить, ребят, у меня вот тут селёдка с хлебушком. Даже если ты ешь икру, и даже если ты не своровал её в Газпроме, а заработал на рекламе. Блин, ну у нас бедная страна, и люди почему-то хотят видеть от тебя, ну вот, какой-то определённой картинки. И мне это очень сложно психологически даётся, потому что я считаю, что надо гордиться тем, что ты что-то сделал, заработал, нужно наслаждаться, не выпячивать, но наслаждаться своей жизнью и жить так, как считаешь правильным. Вот с этим есть проблема. В нашей стране нужно будет перестраивать свою жизнь. Я к этому, наверное, готова. И для меня это большая цель и большое желание. Я знаю, как изменить и как сделать жизнь лучше. Но вот это требует работы над собой, жертв. Ну, на самом деле, да, это только одна такая сторона, что это через жертву. Возможно, посмотреть в другую сторону, может быть, это гораздо быстрее, чем может произойти. И в связи с тем, что мой блог про счастливую и свободную. Я очень долго сама шла к внутренней свободе, я замужем при этом, да, к внутреннему счастью. Конечно, мне хочется спросить тебя, считаешь ли ты себя счастлива и свободна, и что это для тебя? Я считаю, что счастье не бывает постоянным состоянием счастья от слова «сейчас». Если ты меня спросишь «сейчас», я счастлива, потому что я общаюсь с прекрасными людьми, я рада, что у меня такие умные, классные подписчики. Я счастлива, что сейчас я закончу эфир и пойду, и наверху меня ждет мой любимый мужчина, и я его буду обнимать и говорить, как я его люблю. Я счастлива, потому что мой сын здоров, и завтра я с ним проведу прекрасное утро. Все может измениться уже завтра или послезавтра. Ты не можешь быть счастливой все время. Что-то омрачит, где-то ты ударишься пальцем, тебе будет больно, где-то прищемишь ногу, где-то, не дай бог, заболеешь или что-то случится. Поэтому надо ловить эти состояния. Вот я могу быть в день счастлива несколько раз, могу быть несчастной в какой-то момент. Надо это ловить и не зацикливаться на том, что нужно быть счастливой все время. Это невозможно. Невозможно быть счастливой всегда и постоянно. Надо ловить это и наслаждаться. Спасибо большое. Было очень ценно. И много совпадений мне тоже откликаются твои слова. Я вас благодарю, но ты перешла вдруг. Да нет, нормально, мне приятно. Я тебя тоже благодарю, Анна. Спасибо большое за ваше доброе сердце и за умный разговор. Мне правда было интересно. И обязательно еще отдельно о нашей встрече нам пришел. Спасибо вам. Благодарю. Всего доброго. Ну что, продолжаем. У нас следующий гость на связи. И это будет мужчина. Прекрасно. Но на самом деле мне эти эфиры тоже очень многое дают. Потому что я начинаю лучше понимать своих подписчиков. И вот у меня актуальна. У нас столько много прекрасных, замечательных, полных. Вот, Алексей. Да. Здрасте. Вы меня слышите, да? Да, клевые очки у вас. Да, как у вас прям. Я видел вас такие же точно. Ровно такие. Это райбан у вас. Да, 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 да. Ну, в общем, здрасте, Ксения Анатольевна. Меня зовут Леша Кобецент Эндлер. Я вообще занимаюсь тем, что я снимаю видео на Ютубе. Путешествую по городам России, потому что это намного интереснее, чем ехать сто раз в какие-то там Амстердамы и Рим. Вот, потому что наша культура намного интереснее. Вот. И как бы на этой теме мы с ребятами создали телеграм-канал ШЭП, где мы занимаемся вопросами там урбанистики, экологии. И, собственно, тем, чтобы... Ну, топим за такую концепцию, чтобы каждая кнопочка в лифте, как вы выразили, чтобы она была выдрачена. Вот. И, собственно... То есть ты такой молодой Варламов и Максим Кац в одном лице. Да, но на самом деле я был чуть раньше Варламова, но, в общем-то, да. Ну вот, и сейчас вот Инстаграм еще создали специально для этого эфира. Так что всем зрителям рекомендую чекнуть, что там, посмотреть, подписаться. Ну, классно, я посмотрю. Это шер-медиа, да? Да, да. У вас три слогана. Экология, рациональность и... Да, и урбанистика у нас. У нас все. Так, а ты вот говоришь нас. Это ты с кем-то делаешь, Леш? Ну да, у нас команда как бы людей, которые небезразличны, там, занимаются темами городов. Кто-то за экологию, кто-то еще за что-то. Но ты главный лидер этого проекта? Или у тебя есть партнер? Ну, нет. Нет, конечно, мы все там наравне, поэтому... Класс. Я с вами хотел обсудить города, поспрашивать вас. Вот. Сейчас из-за коронавируса, я не знаю, были ли вы в Москве или нет, вот последние шесть недель, но если были, вот, вы видели, как у нас улицы опустили от автомобилей. И вы вообще как кайфанули от этой тишины, спокойствия, отсутствия пробок? Честно? Да. Честно, дико кайфанула, что я из загорода, я живу загородом. Я доехала до Останкино, где я работаю за 30 минут. Это абсолютный рекорд, такого не было никогда. Тогда я офигела, что просто я еду, вот, прямо город из каких-то фильмов про эпидемию. Я вот только ждала, как из сериала «Ходячие мертвецы», там, должен кто-то выползти откуда-то, но этого не произошло. Ну, да, слушай, я, конечно, поражена тому, насколько дисциплинированными оказались москвичи. Но надо сказать, что и власти достаточно эффективно провели всю эту историю с карантином. Но другое дело, что, конечно, это все не от хорошей жизни, поэтому уже поскорее бы это все закончилось. Я уже готова стоять в пробках, которые всегда проклинала, потому что все-таки очень жалко людей, которые сидят с запертыми дома. Это все, конечно, адский ад. Ксения Анатольевна, а вы как считаете, вот когда резко все вернется, то есть вернутся пробки, машины, вот этот шум, будет ли какой-то, ну, то есть, когда автомобилизация, она как бы медленно проходила, мы вроде как привыкали к ней, да, то есть машин становится все больше, и мы как бы и не замечаем того, что их становится больше. А тут, когда вот резко вернется шум, вот эта вонь от выхлопов, будет ли какой-то общественный запрос как бы на то, чтобы что-то с этим делать, да, более там европейский подход, там, расширять тротуары, делать велодорожки? Ну, ты знаешь, мне, во-первых, кажется, что резко это все не вернется. И вот я не знаю, как по там вашим друзьям, но вот мои все знакомые настолько напуганы всей ситуацией. Я думаю, что много людей даже после отмены самоизоляции не захотят возвращаться к такой активной жизни, в которой они жили, поэтому я вот не уверена, что будет какой-то прямо резкий скачок, что все в один день куда-то выпрутся на улицу. Я в это не верю. Я думаю, что сейчас будут отменять, но часть людей еще как-то решат посидеть дома. Но я вообще считаю, что будущее только за экологичным транспортом, за тем, чтобы ограничивать этот транспорт и ограничивать въезд в центр. Ну, просто нет другого выхода. Не то, что Москва не резиновая, мир не резиновый, и он не выдержит такого количества автомобилей, транспорта и всего. Поэтому я надеюсь, что вот этот коронавирус чертов станет каким-то мостиком к новой вообще эко-жизни, к эко-повестке. Вот меня сейчас очень занимает. Я считаю, что за эко-повесткой большое будущее. Я абсолютно согласен. А вы сами как? Вот, например, готовы пересесть с автомобиля на велосипед? Или это слишком? Слушай, ну на велосипед, наверное, нет, потому что, опять скажу по чисто практичным соображениям, потому что одежда помнется пылью, мне нужно иметь грим на лице. Но, например, на Тесле ездить, чтобы не было выхлопов, это с огромным удовольствием. Другое дело, я просто считаю, что те люди, которые хотят ездить на электромобилях, на которым я буду ездить, или на Ауди. Вот Ауди выпустила офигенный электромобиль, который я жду, не дождусь, когда запустят производство. Но люди, которые хотят на таких автомобилях ездить, должны просто платить за это большой налог. И это должно стать неким средством роскоши. И это, к сожалению, во всех городах происходит. Вот я помню, мне 10 лет назад я первый раз приехала в Нью-Йорк. И я взяла машину на прокат. Я через 3 дня, я не так супер много зарабатывала еще, я уже не знала, как избавиться от этой машины, потому что она съедала деньги у меня каждую минуту. То есть каждая стоянка 100 долларов. Я вообще в ужасе бежала. Там все время какие-то, ты нигде не можешь припарковаться, ты нигде ее не можешь оставить. То есть дальше я в ужасе избавилась от машины и пересела на такси. И это очень правильно. То есть должна система урбанистическая работать так, чтобы человек не хотел ездить на частном транспорте. Но при этом, конечно, в Нью-Йорке есть частный транспорт, просто он, ну как сказать, это прямо такое излишество. Это вот как носить большой бриллиант. То есть такие люди останутся, но их будет немного, и они будут много давать денег в бюджет города. Но другого выхода просто нет. Вы прямо рассказываете все, что мы пишем у себя в канале. Вот, давайте объединять усилия. Давайте объединять усилия, потому что это важная повестка. Впереди вообще, мне кажется, время, когда вот такие активные люди, как вы, которые этим интересуются, будут очень востребованы. Так что давайте объединять усилия. Да, вот, еще хотел спросить вас. Вы во время предвыборной кампании, допустим, вашей президентской, вы очень много путешествовали по России, ну и наверняка вы видели Россию. Да, я вот тоже занимаюсь путешествиями. Мне очень нравится, например, в Выборге я был. Маленький городок. А это уже было, он такой абсолютно европейский. Да, да, да. Вот, при этом, допустим, я был еще в Барнауле, и там прям не очень хорошо, и местные жители там плохо приняли там мои видео про Барнаул. Вот, а я хотел вас спросить, вы можете назвать три лучших города, ну, естественно, без Петербурга и без Москвы, с точки зрения удобства, и три худших, например, которые вам не понравились больше всего? Конечно. Я вообще хочу сказать, что, вот, знаете, из меня часто пытаются такое сделать, вот, московская, светская девушка Ксения Собчак. Это абсолютный бред, потому что я, ну, я не знаю вообще второго такого человека, который столько бы переколесил по всей России. Я очень много езжу по стране. Я вначале ездила по стране как ведущая, тоже объездила все города. В президентской кампании я была, побила все рекорды, была самым путешествующим кандидатом. И сейчас, как журналист, продолжаю ездить, снимать репортажи и так далее. Поэтому я очень хорошо знаю нашу страну и много вижу, действительно, как живут люди. Из городов я очень люблю, и на первое место, наверное, я поставлю Йобург. То есть он же Екатеринбург. Шикарный город, прекрасный, очень удобный для жизни, очень классно сделанный. Казань. Я считаю, что Казань – прекрасное тоже место. И мне очень нравится, как вообще Миниханов, что он стал, как он распорядился сделать из города и прекрасные там парки и дороги. Ну, то есть я прям вижу это. И третий, наверное, Калининград. Ну, это просто очень красиво. Это огромные набережные, это прекрасный центр, очень уютный. Вот в этом городе, наверное, соединяется для меня все, что вообще я люблю. Он мне чем-то и Питер напоминает, и вообще все эти прибалтийские городки. Вот, наверное, мой топ-3. Из самых ужасных городов. Ну, вот, кстати, Барнаул вошел бы в мою тройку. Да. Еще, наверное, сейчас не всем понравится то, что я скажу, но для меня была тяжелая энергетика очень в Волгограде. Ну, то есть как-то не знаю, ну, блин, мне там то ли энергетически, то ли, ну, вот как-то все, дороги, все, как-то мне там не айс. Вот, ну, и, наверное, вот не так давно со съемочной группой я была в Касимове. И это тоже как-то... Причем я специально постаралась, мы делали такой фильм, чтобы люди могли раскрыться. Я старалась, чтобы меня не было в кадре. И специально у нас была такая задумка. Но вообще вот как меня поражает даже вот, в принципе, факт того, что ты отъезжаешь от Москвы вот буквально на 100-200 километров. И, пиздец, ты попадаешь в другой мир вообще. И это прямо рядом. То есть не то, что ты поехал в Сибирь. И, кстати, в Сибири, я могу сказать, там в том же Томске я была. Или в Новосибире. Слушайте, это классные города, классная жизнь, классные сибиряки. То есть для меня вот я всегда почему-то думала, что там вот где-то в Сибири, в снегах, хрен знает, что происходит. Это вообще не так. Сибиряки супер свободолюбивые, свободомыслящие, прогрессивные люди. У них классные города. И, несмотря на не самую лучшую экологию, там прям хорошо. А вот ты отъезжаешь вот буквально от Москвы, вот выехал на машине. И там пизда, простите. Это прям невозможно. Это все. Это прямо вот ну просто ад. И я не понимаю, почему это так рядом с Москвой. Это как будто специально тебе под носом вот показали, как живут москвичи, а вот как живет вся остальная Россия. Что, еще можно задавать вопросы? Ну, вообще нет, но давай тебе последний. Последний, да-да-да. Вот, мне очень нравится, как вы одеваетесь. Вот, как бы вы прекрасно выглядите. Вы очень красивая женщина. Вот, у вас, как бы у вас, очевидно, есть какой-то гардероб, куча красивых нарядов. Еще какой? Ну, да, могу представить. Ну вот, и сейчас как бы идет тренд на экологичность в одежде и во всем остальном. Вы, как бы, что со старой одеждой, например, делаете? Вы, как, куда-то сдаете в переработку? Или, может быть, там, ну, какие-то аукционы благотворительные? Ведь все-таки, как бы... Знаешь, мы много лет устраивали вместе с Серебряным дождем, каждый год, барахолку-барабаки. И, кстати, вот ты сейчас говоришь, я понимаю, что надо возобновить эту идею, но понимаешь, что это надо, на это потратить время. Вот сейчас, может быть, надо какую-то коронавирусную барахолку, вот, чтобы люди ждали, что закончится коронавирус, и мы устроим какой-то гардж-сейл как раз разобрать. На это нужно время просто разобрать эти вещи, понять, что тебе нужно, что не нужно и так далее. А так, конечно, я огромный фанат шматья. И вот я иду к следующей цели, вот, знаешь, как люди каждый год загадывают какое-то желание, там, бросить курить. И потом никогда нихера не бросают курить, всю жизнь потом курят, и так каждый год, типа, брошу курить. Вот, я хочу как-то подойти к тому, чтобы на следующий год сделать себе год без покупки одежды. Вот, пока, я, честно говоря, думала, что у меня в этом году получится, но я пипец, я ужасный лузер, уже накупила кучу шматья уже после Нового года, возненавидела себя, и это реально как наркомания. Но я, вот, например, за время всей эпидемии, диджитал-шоппинг у меня не очень пошел, всего несколько покупок, и все. Но я обожаю красивые вещи, мне сложно остановиться, я понимаю, что это ненормально, и хочу от этого избавиться. Вот, что самое главное, я хочу перестать покупать и, надеюсь, прийти вот к этой важной цели. А старые вещи, да, надо сделать какой-то большой гардж-сейл, освободить карму и вообще уже осознать, что это не модно. Модно иметь маленький классный гардероб, скромный, и вообще не париться по поводу шмота. Вот, это я так проговариваю просто как мантру, потому что, скажу честно, пока я так жить еще до конца не могу. Я только к этому стремлюсь. Вот, но все впереди. Спасибо вам большое за вопросы, Алексей. Это Шермидия. Я на вас обязательно подпишусь и посмотрю, что вы там делаете. Да. И будем объединять усилия. Можете еще посмотреть мой ролик про Барнаул, про самый худший город. Класс! Я там родился. Если мне понравится, договоримся, может, ты мне что-нибудь сделаешь для нашего программы «Осторожно, Собчак». Ладно? Класс! Спасибо тебе большое. Да, спасибо и вам. Ура! Ну что, Алексей, у нас вообще все представлены в нашем эфире. Смотрите, и психолог, и медитация у нас была, и человек, продающий квартиры, и эколог, и инвестор. У нас все как на подбор. Вот как бы мне сказали, я бы сказала, ребят, мы прям как будто собрали кастинг. Но не бывает, что у нас столько разные люди, и все крутые. Вот, и сейчас, наконец-таки, у нас повтор. Повтор в том смысле, что практики, мистики и йога у нас уже были. Но это значит, что это суперпопулярно, потому что у нас второй представитель, так сказать, йогопрактических вещей. Титаренко Ольга с аккаунтом Satguru Unofficial. Четверо детей, домохозяйка, любит серфинг, виндсерфинг и другие спортивные виды спорта. Ольга, здравствуйте, намасте! Аскара! Я хотела сказать огромное спасибо за микрофон. Я прям очень не информация, потому как все стороны остались довольны. Я бы вообще все отношения между такими, когда все остались довольны, то мир. Вот я понимаю, что вы устали, я постараюсь быть покороче. Вообще не устала, все хорошо. Спасибо вам большое, спасибо за участие и за то, что сделали доброе дело для фонда Наташ. Спасибо. Спасибо за возможность. Можно, первый вопрос такой. И в своем аккаунте про книгу Саггуру «Внутренние истории». Вы читали ее, помните, я бы хотела узнать, какое она... Вы знаете, я действительно не стала... Спасибо за ваш вопрос, писать о ней отзыв, хотя я ее прочитала внимательно. Объясню, почему. Я считаю, что, ну, понимаете, для того, чтобы что-то критиковать, ты должен быть очень высокого мнения о себе. Я не считаю, что я имею право и имею достаточно вообще знаний для того, чтобы высказывать критические суждения по этой очень важной для меня теме, как познание себя, познание своей души и так далее. Но лично мне, скажу честно, мне очень много очень авторитетных людей эту книгу рекламировали. Люди, которых я считаю очень умными, просветленными и так далее. Но лично мне вот были вещи, скажем так, которыми я в этой книге немножко, ну, скажем так, ну, не то, что насторожили, но вот для меня она была очень, очень какой-то вот, очень просто написанной. Может быть, чрезмерно просто. То есть те вещи, о которых пишет Саду Гуру, я абсолютно с ними согласна. Это очень всё правильно. И об этих вещах пишет большое количество людей, и многие практики о них рассказывают. В принципе, все сходятся вот на каких-то принципах жизни, которые, если ты соблюдаешь, то твоя жизнь начинает находиться во внутренней какой-то гармонии. Но для меня она была немножко, ну, как сказать, ну, такие совсем очевидные истины, и я ждала, может быть, чуть большей глубины. Но ещё раз скажу, я настолько не могу здесь быть никаким экспертом, я настолько дилетант, что, может быть, это какое-то моё такое неправильное ощущение. Потому что я знаю, например, что люди, которых я очень уважаю, там тот же Герман Греб, умнейший человек, видный экономист, он обожает Саду Гуру, и, собственно, эта книга, я знаю, открыла путь к нему. Для меня это просто, ну, знаете, вот как есть там Паула Каэлья, и многие считают, что Паула Каэлья – это вот такая философская литература. Ну, вот для меня это как бы не представляет для себя интереса, вот такая литература, как Паула Каэлья. Саду Гуру, не могу сказать, что не представляет интереса, я прочитала целиком, и многие вещи отозвались в моём сердце. Но вот, например, могу сказать, вот в своё время, может быть, просто момент, знаете, бывает же ещё очень важно, в какой момент ты читаешь книгу. Книга может попасть в момент, может не попасть. Вот есть такой Эдхард Толли, может, вы слышали о нём. Вот его книги на меня произвели какой-то эффект разорвавшейся бомбы, и те вещи, которые там были, чёрт знает, они как-то попали в моё сердце. Хотя нельзя сказать, что они сложнее написаны, нет, но как-то в меня они очень попали. А вот внутренняя инженерия, ну почему-то вот я прочитала, мне понравилось, всё верно, совсем согласна. Но вот что-то не щёлкнуло, не знаю почему. Понятно. У меня для вас есть эта книга вам больше. Новая книга, она называется «История изнутри лета вперёд». Я передам. Я с удовольствием прочитаю, даже если не передадите, вот я даже записала название. Обязательно прочитаю. Говорите об этом в начале вперёд. Вам это может быть интересно. И можно ещё один вопрос про йогу. Что для вас вообще йога? Продолжаете ли вы йога, что она вам даёт? Вы знаете, йога для меня открывает весь мир. Она открывает не только мир, она открывает меня, для меня же самой. Я столько всего узнаю о себе на этом коврике, о всех своих страхах, недомоганиях, о том, как суетлив наш ум, как он пытается тебя обмануть, насколько мы рабы вообще своих болевых ощущений, насколько мы заложники своего ума. И вот это, наверное, то, чему йога меня научила больше всего. Я вижу свой характер со стороны на этом коврике. Я вижу все его минусы и все его плюсы. Я вижу, как мозг начинает нас обманывать. Если ты, например, делаешь какую-то асану чуть глубже, чем обычно, испытываешь боль, и как мозг начинает суетиться и подсказывать тебе любой выход из этой боли, что ты не так стоишь, тебе не так коврик лежит, а вон пол неровный, а вот это некомфортно, лямка жмёт. То есть твой мозг начинает пытаться, как крыса, загнанная в угол, твой мозг начинает находить любой предлог выйти из этой асаны. И вот если ты проходишь это состояние, если ты усмиряешь свой ум, если ты практиками дыхания, внутренним состоянием переламываешь это, то потом вдруг ты идёшь настолько глубже в своей практике, вдруг у тебя уходит эта боль, и ты переходишь вообще на другой уровень. Тебе секунду назад казалось, что максимум, что ты можешь сделать это вот там, так глубоко, а через секунду, как только ты отпустил мозг, ты делаешь в три раза глубже и сложнее. И для меня это учение про то, что всё в нашем мозгу, нет никакой боли, нет никаких ограничений тела, кроме тех, которые мы выставляем себе сами. И если мы сами в своём мозгу устраняем эти ограничения, они уходят на твоих глазах. Это настолько поразительно, как ты видишь, как это происходит, что на меня это всегда производит колоссальное впечатление. Мне кажется, йогой нужно заниматься для того, чтобы познать себя. Это самый короткий путь к познанию себя, самый простой. Йога даёт опыт за пределами умайки. Это, в общем-то, основа, для чего нужно заниматься. Не аж физическое, а всё-таки это больше для развития. Это правда. А вы какую практикуете йогу? Какое направление? Вы знаете, я прошу программы садгуру. Это классическая хатха-йога. Это пранаяма и кри. Это сложно описать словами, на самом деле, какой опыт это мне дало. Это меня транспортировало фасально. Я вообще стала другим человеком. Говорили про то, что нельзя быть субтитивым. На самом деле можно. Если вы умеете собой управлять, то вы выдержаете нами, какой вам быть независимо от обстоятельств, которые происходят. И это, собственно, даёт йога. Понимание, найти в себе вот эту точку, где вы можете управлять. Управлять, о чём вам думать. Управлять, каким вам быть. Как реагировать. Делать в таком пункте. А делать это особенно. А в какой студии вы преподаете или вы занимаетесь часто? Я занимаюсь. Я прошла класс садгуру. Это не студия. У него свой особенный метод. Класс идёт несколько дней, а дальше вы делаете, куда ходить не нужно. То есть вы за несколько дней осваиваете практику. У вас есть потом... В WhatsApp, если есть какие-то вопросы. В любом месте вы в такое время можете делать эти практики, от чего независимо. То есть это особенно... Слушайте, это дико интересно. Мне кажется, вам очень повезло лично встречаться с таким большим человеком, большим мыслителем. Это, мне кажется, большая отдача в жизни. Лично повезло. Это мало скажет. А можно я сделаю... Сейчас запустил. Да, единственное, вы только сделайте так, чтобы вас было хорошо слышно, потому что такое ощущение, что у вас иногда пропадает звук. У Садгура есть начальная онлайн-программа. Она называется «Внутренняя инженерия». Собственно, она состоит из семи уроков, а это теоретическая часть. И в связи с ситуацией, сложившись с коронавирусом, он предлагает программу бесплатно. Так что заходите на наши аккаунты, медики, подписывайтесь, проходите. Это будет для вас хорошей поддержкой. Вот, спасибо вам большое. Оля, спасибо вам большое. Удачи вам. Еще раз хочу сказать, что подписывайтесь на аккаунт Садгуру Пробел Unofficial. Это аккаунт Ольги Титаренко. Удачи вам. Передай. До свидания. До свидания. Ну что, у нас последний гость нашего эфира. Это человек с именем Стефан. Прекрасно. Ему 15 лет. Стефан, ты что не спишь? 11 вечера уже. 15 лет. Блогер в Инстаграме и в Ютьюбе. Ксюша. 15 лет. Стефан обеспечивает себя сам. Офигеть. Стефан. Здравствуйте, Ксюша. Здравствуйте. Боже мой. 15 лет, и ты сам себя с 13 обеспечиваешь. Ну, как-то так получилось. Абсолютно у меня все по жизни происходит случайно. Я вот как-то с детства все время попадал в какие-то непонятные ситуации. Абсолютно случайные, спонтанные. И я вообще начинаю сомневаться, если честно, что по жизни идет так, как ты хочешь, либо так, как просто тебя ведет течение. В общем, с самого детства у меня была довольно обеспеченная семья, я ничего не нуждался. И в какой-то момент папин бизнес накрылся, и у меня появилась мотивация зарабатывать. Я там зарабатывал разными способами. Я помню еще, ну, в каком-то малом возрасте я с друзьями там металлолом какой-то возил. Ну, мы что-то там, типа какие-то заработки находили, что-то пытались подавать. И вот нормально уже стал зарабатывать. Где-то к 11 годам я начал перепродавать просто вещи. Ну, и потом пошло, обманул маму, что буду получать зарплату, если сделаю свой YouTube-канал 50 долларов. Она мне поверила. Я сделал свой YouTube-канал, что-то снимал, снимал. И вот с 13 лет у меня уже нормально пошел заработок. В 14 я вообще уже свалил от родителей, уехал в Москву. В 13 лет я уже так чувствовал себя каким-то взрослым человеком. С каждым годом все удивляюсь, насколько я еще не взрослый, и сколько я всего раньше не понимал. Вот. И, в общем, докатился вот до такой жизни блогерской. Вот эти все TikTok'и, YouTube'ы, Instagram'ы. Начал снимать, жить в Москве. В общем, ну, и сейчас, сейчас в Минске. Я сам из Минска. Я, наверное, видели, я там писал. Сам из Минска. И сейчас во время карантина уехал, потому что там в Москве особо делать нечего. С пропусками, тем более. Ну, у меня возможностей особо нету. Несовершеннолетние там какие-то пропуска получать, всякое такое. И я спокойно сижу в Минске. У меня немножко появилось разных идей, куда можно развиваться дальше, потому что немного повзрослел все-таки. И вот пришла идея открыть школу блогеров. Ну, небольшую просто, потому что, ну, какой-то опыт есть. И в развитии не только своего канала и других я решил, ну, вот каких-то молодых ребят, которым хочется добиться чего-то. Вот то, что вот Максим, кстати, рассказывал. Про то, что, ну, вот они обучают всех различных людей. Ну, это блогико на ютубе я вот поставлю. И я хотел, да, то же самое, только для реальных подростков, детей, таких же, как я, которые, ну, ничего не понимают особо ничего. И которым, ну, для этого, которые они, в принципе, и могут там вот мой канал, инстаграм. Слушай, а что, ты реально один в Москве, 15 лет? Ничего себе! А родители в Минске? Почти год, почти год, почти год, да. Ну, несмотря на то, что у меня, ну, очень строгая мама, просто мама настолько строгая, что я максимум раз в неделю, наверное, мультики смотрел, когда был маленький. И никаких вредных моментов, ну, как-то, ну, как-то, мои там, друзья. В общем, им разрешают все, ходить в кино, там, что-то играть в планшеты, а мне не разрешали. И вот почему-то такое доверие у мамы какое-то ко мне появилось, что она смогла меня отпустить в Москву. Я, на самом деле, вообще поехал на командировку, а я просто приклеился к ней и познакомился там с всякими чуваками, мне понравилось, и я уже остался там. Ну, класс! Давай вопрос свой, Стефан. Что-что? А! Так, секунду, это тут у меня просто этот, полный дом детей. Вопрос, говорю, полный дом детей. Хорошо. Так, ну, знаете, я думал, что было бы интересно, что задали бы для меня вообще. И в детстве я как-то по блату попал на Афон. Вы, наверное, знаете, вот гора Афон в Греции. И, ну, там у меня уже в таком маленьком возрасте приходили мысли о том, как эти люди, ну, вот, мужчины, которые тогда ушли. Женщинам нельзя думать, только мужчинам. И какое, что вообще-то стало, как была история или мысли в голове, когда они полностью не могут садиться вот этому делу, уйти в монахи и, ну, после этого, даже горы куда-то уходят. Нету отношений, там, может, и умирают. Вот. И вопрос такой, вообще, что должно было случиться, какие-то обстоятельства или какая-то, может быть, сумма денег, чтобы вы отправились на пять лет в монашки, но теперь, вот, какой-то, может быть, сад, я не знаю. Я поняла, я поняла, что должно случиться в моей жизни. У тебя просто очень плохой звук, к сожалению, Стефан. Поэтому я повторю еще раз вопрос твой, как я его поняла, что должно случиться в жизни, чтобы я на пять лет попала в монастырь. Ой, ну, ты знаешь, я, наверное, должна полностью пересмотреть свою жизнь. Не знаю, что должно произойти для этого. Мне кажется, что люди, я тоже, у меня нет таких знакомых, поэтому я не могу залезть им в голову, но мне кажется, что люди идут в монастырь или вообще выбирают себе какую-то такую духовную жизнь, не только если у них случается какая-то большая беда или трагедия, как это принято считать. Первое, что нам всем приходит в голову, когда мы говорим про уход в монастырь, это, как правило, человек, который потерял близких или потерял смысл в жизни. Но мне кажется, это далеко не главная мотивация. Есть просто люди, которые чувствуют в себе желание посвятить себя духовным практикам, которые не чувствуют себя комфортно в таком светском мире. И я, например, это очень уважаю. То есть это не мой путь совершенно точно, наверное, пока. Но не потому, что это я такая умная, а просто потому, что пока он мне недоступен. И вообще я считаю, что люди, которые способны на такие вот опыты уйти, быть отшельниками, жить в строгих правилах, в строгой аскезии, это очень сильные люди. Это люди, как правило, такой сильной духовной жизни, потому что это очень непросто и требует какой-то совершенно особой духовной организации. Поэтому лично я, независимо от конфессии, я очень уважаю именно не всех служителей, потому что служители в церквях или в каких-то других религиях – это не одно и то же. Я имею в виду именно вот монашество. Это же совершенно отдельная история, очень мистическая история, очень духовная, когда люди уходят в монастырь, дают обед, находятся в уединении, в одиночестве. И Афон в этом смысле, к сожалению, я не могу туда попасть, будучи женщиной, что, кстати, считаю тоже не очень справедливым. Но это место скопления большого количества очень духовных, очень таких богатых духом людей. Поэтому у меня это вызывает огромное уважение. И пока невозможность к этому прикоснуться по собственной, скажем так, толстокожести и глупости, наверное. Ну да, на самом деле, кстати, я даже не задумывался, насколько нужно, насколько, ну, вообще, должно быть уважение к такому решению. Я вот как думал, просто раздумывал о том, что должно случиться. На самом деле, да. Но там очень интересно на Афоне. Я всякие эти, ну, трогал даже черепа людей. Это какое... Ой, ну это упаси бог, трогать черепа людей. Надеюсь, это там не самое интересное. Слушай, скажи мне лучше напоследок, как у вас в Минске? Я вот смотрю за вашим батькой, который коронавируса не боится и вообще парад устроил. Скажи, вообще реально коронавирус существует в Беларуси? Как вообще люди относятся к таким решениям? Людям нравится, что ничего не закрывают, что вот не принимают каких-то мер? Какое отношение? И есть ли среди твоих знакомых заболевших? Смотрите, ну, из моих знакомых заболевших нету. Люди делятся, наверное, на два типа. Одни максимально против и ругают его за это. Другие люди, ну, наоборот, как бы относятся к этому абсолютно адекватно, к его точке зрения, к его действиям. Ну, вот я в этом числе людей. То есть, ну, как бы, например, то, что он провел парад, да, у нас, ну, в Беларуси умер каждый третий человек во время войны. И, ну, еще год после войны, может быть, просто кто-то не знал, люди вообще жили в землянках, у них не было там, ну, еды нормальной, потому что, ну, не было никакого хозяйства. Им приходилось просто, ну, выживать. Еще целый год, как минимум. И, ну, это такая память, 75 лет прошло, ну, с этой победы. И, ну, вот, как батька и сказал, то, что у нас не было другого выбора, ну, почему мы должны, там, испугаться этого вируса. И я думаю, то, что, ну, как бы, ему тоже не так уж, и там хочется, там, тратить деньги на все эти обучения, на, ну, все эти самолеты, парад. Ну, тоже все денег стоит, более в таком положении. И, ну, вот как он сказал, то, что у нас другого выбора не было. И я на той стороне людей, которые поддерживают. Вот, ну, таких немало. Очень многие поддерживают его и считают то, что это правда. И заболевших, ну, вроде бы, не так уж много. Ну, а самое ли, мне дико интересно. Я не знаю, мы пытаемся связаться с его пресс-службой. Я бы очень хотела приехать в Беларусь и реально снять честный репортаж о том, что там сейчас происходит в связи с коронавирусом. Поэтому, если что, мы будем с тобой держать связь. Ты нам покажешь город. Здравствуйте, приезжайте, я вам экскурсию, да, проведу. Покажу коренных жителей, которые вообще, ну, что они думают, можно будет их спросить. Потому что даже, ну, каких-то, я вот смотрю постоянно, я как в Нинск приехал, у меня все тренды в Беларуси. То есть, когда ты в Беларуси находишь, у тебя все тренды вот забиты именно, ну, белорусским таким видео. И, ну, реально, то есть, какие-то, такие вот люди, которые, наоборот, настроены против, специально снимают видео, там, опрашивают людей, спрашивают, что они читают. И все равно там очень много бабушек разных. Ну, они высказывают свою точку зрения и, ну, реально говорят, как бы, правильные вещи, я считаю, по поводу его действий. Поэтому... Класс, поэтому, да, тогда чего, жди, мы приедем. Готовь пироги, как говорится. Спасибо тебе большое, Стефан. Спасибо за этот эфир. Спасибо, что поучаствовал. И от Наташи Водяновой огромное тебе спасибо. Слушай, и огромной тебе удачи. Вот, мне кажется, чем больше будет таких, как ты, активных, молодых, классных, самостоятельных, слушай, тебе реально есть чем гордиться. 15 лет, и ты можешь потратить 70 тысяч на благотворительность, можешь сам себя содержать. Это очень круто. Я вот на тебя смотрю и желаю тебе огромной удачи. Пусть у тебя все получится. Спасибо, Крюша, спасибо. Спасибо тебе. Пока. Все, спасибо. Пока-пока. Счастливо. Ну что, дорогие друзья, это был наш марафон. Спасибо всем, кто был с нами, кто так долго за нами следил. Я надеюсь, вам было интересно. Спасибо всем большое. Я пошла спать.